Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть ли восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу, запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Если вы видите такое сообщение, то это значит, что произошла ошибка совместимости. Приложение, которое вы пытаетесь установить, несовместимо с установленной у вас операционной системой Windows. К примеру, если вы пытаетесь установить какую-то старую версию программы, разработанную для более ранней версии Windows, например XP. В таком случае, можно попытаться запустить это приложение в режиме совместимости. Для этого жмем по нему правой кнопкой мыши, свойства, далее совместимость и здесь либо запустить средство устранения проблем с совместимостью, который начнет поиск проблем и предложит использовать рекомендованные параметры для запуска. Или если вы знаете в какой из версий она запускалась, установить отметку напротив «Запустить программу в режиме совместимости» и выбрать подходящую версию операционной системы. Далее нажать «Применить» и попытаться ее запустить. Или же зайдите на официальный сайт данного приложения и попытайтесь найти новую версию, совместимую с вашей операционной системой. Если это не помогло, в том же окне совместимости установите отметку напротив «Запускать эту программу от имени администратора». Подобное может произойти, если вы вошли в систему под учетной записью, не обладающей правами администратора. Убедитесь в этом, если это действительно так, переключитесь на учетную запись администратора и попытайтесь еще раз его установить. Запустить приложение от имени администратора также можно, кликнув по нему правой кнопкой мыши и выбрав «Запуск от имени администратора». Если же проблему решить по-прежнему не удалось, проверьте разрядность своей операционной системы. Если вы используете 32-разрядную Windows и пытаетесь установить 64-разрядную версию приложения, то вы увидите такую ошибку. Аналогично, если вы пытаетесь установить 32-разрядное приложение на 64-разрядной версии операционной системы Windows. Также может возникнуть такая ошибка. Проверить это можно, открыв свойства компьютера. Для этого заходим в проводник, жмем на этот компьютер правой кнопкой мыши и выбираем свойства. И здесь в строке «Тип системы» это можно посмотреть. В таком случае существует только одно возможное решение. Вам предстоит найти правильную версию необходимого приложения и установить его. Еще одной из причин может быть не полностью скачанное приложение или вирусы. Попытайтесь загрузить его заново или найдите другой источник. Как бороться с вирусами у нас на канале есть отдельное видео. А если вы видите сообщение «Операция отменена из-за ограничений, действующих на этом компьютере», обратитесь к системному администратору. Скорее всего у вас заблокирован запуск этого приложения. Как это исправить смотрите в другом нашем видео. Ссылки будут в описании. Иногда появление сообщения об ошибке «Невозможно запустить это приложение на ваш МПК» может оказаться ложным. Поэтому если вам не помогли показанные ранее способы и все еще видите перед собой эту ошибку и несмотря на предупреждение все равно необходимо запустить приложение, то как вариант попробуйте отключить фильтр SmartScreen. Для этого перейдите в «Параметры», нажав на меню «Пуск», «Обновление и безопасность», «Защитник Windows», «Открыть центр безопасности защитника Windows» и затем «Управление приложениями и браузером». Здесь отключаем проверку приложений и файлов, SmartScreen для Microsoft Edge и SmartScreen для приложений из Microsoft Store, установив отметку «Напротив выключить». После этого проверка приложений и файлов будет отключена. Еще этот фильтр можно отключить с помощью реестра и редактора локальной групповой политики. Чтобы открыть реестр, нужно нажать сочетание клавиш «Windows плюс R» и написать «Rec Edit». Но прежде чем работать с реестром, помните, что любые действия с реестром могут повлечь за собой необратимые последствия. Windows может начать работать с ошибками, могут перестать запускаться приложения или программы, полностью выйти из строя операционной системы или возникнут трудности при ее загрузке. Перед началом работы с реестром рекомендую сделать его резервную копию. Как это сделать смотрите в отдельном видео, ссылка будет в описании. В реестре нужно будет создать файл. Для этого переходим по пути hklocal machine software policies microsoft windows system. Здесь нажмите правой кнопкой мыши и в открывшемся меню создать. Далее выберите параметр DWORD 32 бита, присвоите ему имя Enable SmartScreen, откройте его и в графе значения установите цифру 0 и нажмите кнопку ОК. Теперь просто нужно будет закрыть редактор реестра и перезагрузить систему. После фильтр SmartScreen будет отключен. Для включения нужно будет просто удалить созданный файл с реестра. Нажав правой кнопкой мыши по нему и выбрав удалить. Если правка реестра для вас является трудной задачей, можно создать ключ реестра. Подробнее как создать такой файл я рассказывал в видео о диспетчере задач. Ссылка будет в описании. Для выключения нужно вписать следующий код. А для включения следующий. Первый код автоматически создаст файл реестра Enable SmartScreen, а второй его удалит. Редактор локальной групповой политики Windows 10 Home Edition недоступен. Для других ее версий нажмите сочетание клавиш Windows Plus R и введите dpeddy.msc. Откроется окно редактора локальной групповой политики. Далее переходим в раздел «Конфигурация компьютера», «Административные шаблоны», «Компоненты Windows», «Смарт скрин защитника Windows». Здесь есть два раздела Explorer и Microsoft Edge. Каждый из них содержит параметр политики «Настроить функцию SmartScreen защитника Windows», который позволяет включать или отключать фильтр. Открываем его, задаем значение «Отключено» и нажимаем кнопки «Применить» и «Ок» для сохранения внесенных изменений. Повторяем процедуру с разделом Microsoft Edge. После сохранения изменений параметров, закройте редактор локальной групповой политики и фильтр SmartScreen будет отключен. После того, как установите нужное приложение, не забудь его включить. С отключенным фильтром ваша система будет незащищенной, а включив его, вы повысите ее безопасность. Также фильтр SmartScreen можно отключить и в самом браузере Microsoft Edge. Для этого заходим в меню «Параметры», «Просмотреть дополнительные параметры». И здесь отключаем «Защитите компьютер от вредоносных сайтов и скачиваний с помощью SmartScreen» защитника Windows. Если ошибка возникает снова, то проблема вероятно связана с самим приложением. А если вам нужно запустить какую-то старую DOS программу или игру, воспользуйтесь эмулятором DOS Box. О том как им пользоваться, у нас на канале уже есть отдельное видео, ссылка будет в описании. А на этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.